В западной части Твери строители завершили последний этап надвижки пролётного строения моста через Волгу самого масштабного сооружения северного обхода на М11 Нева, который соединит две столицы бесшовным скоростным движением без светофоров и перекрёстков. Автомобилистам больше не придётся съезжать с магистрали в районе Твери, а поездка из Москвы в Санкт-Петербург займёт ещё меньше времени. Мост через Волгу длиной 738 метров – самое крупное искусственное сооружение в составе строящегося северного обхода Твери на трассе М11 Нева. Мостовики переместили многотонную конструкцию на расстояние 122 метра и установили на первую из четырёх опор, расположенных на противоположном берегу реки. Тем самым завершился последний этап надвижки пролётного строения. Два берега соединились. Всего в рамках пяти этапов надвижки пролётного строения было перемещено пролётное строение общей длиной 535 метров и общей массой 5500 тонн. Сейчас на строительстве моста задействовано порядка 300 человек и 38 единиц техники. Всего в строительстве нынешнего этапа трассы М11 участвует более 1200 человек и более 700 единиц техники. На сегодняшний день работы ведутся в круглосуточном режиме. 15 июня приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на пролётном строении. Активно ведутся работы по устройству дорожной одежды, кабельной ливневой канализации, строительство пунктов взимания, платы, планировки откосов. После пятого этапа надвижки пролётного строения строители произведут демонтаж помогательных конструкций Аванбека и Шпрэнгеля. Параллельно ведутся работы в пролюте 7-10 по сборке металлоконструкции. Уже приступили к работам по монтажу несъёмной палки и армированию эстагадных частей правого и левого берега. В середине месяца строители приступят к работам по устройству напыляемой гидроизоляции на артатропной плите и возобновят работы по окраске металлоконструкции. На всём протяжении нового участка М-11 будет устроено освещение. Для удобства автомобилистов планируется открыть две современные многофункциональные зоны отдыха, где помимо АЗС будут расположены супермаркеты и кафе. Вод всего северного обхода – это новые возможности для Тверской области, считает губернатор Игорь Руденя. По его словам, это перспективное направление по пассажирским перевозкам. Особенно важен данный участок для дальнейшего развития отрасли туризма в регионе. Напомним, в декабре прошлого года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу северного обхода от села Медное до Бежицкого шоссе. Протяжённость отрезка составила без малого 34 километра. Теперь, благодаря его вводу, автомобилисты могут, не заезжая в Тверь, добираться из Санкт-Петербурга до Бежицка и Ярославля, выезжать с федеральной магистрали М-11 на трассу «Золотое кольцо». Продолжение следует... Продолжение следует...